Продолжение следует... Если я запишу обычную формулу связи между координатным и импульсным представлением для четырех векторов, то она звучит так... Конечно, вот это немножко нехорошо... здесь бы нужно говорить... d от k это другая функция, чем d от x... Но обычно, когда пишут другой аргумент, то подразумевают и другую функцию... Понятно, да? То это совсем другая функция, чем d от x... Я не могу написать d стиль, а потом буду забывать эти тут писания... Замечательно! Отсюда видно, между прочим, что мы получили очень простой ответ... Если исходный интеграл был очень суровый, то d от k это же не что иное, как вот этот коэффициент... Это одно из самых, так сказать, радостных достижений в этой сложной науке... Ну хорошо... Прежде чем мы двинемся дальше... А мы двинемся дальше... Может быть... Может быть все-таки стоило, пока мы не забыли, вернуться вот к этой задаче... Задача рассеяния... С этой задачей можно поступить следующим образом... f от x нам полностью известно... Так, да? Дальше... d от x... Я могу заменить... Вот по этой форме... На t4k... 2 3 4... Достигает k... На e в степени... Минус i... k... x минус и штык... И теперь у нас... Уместо... Двух интегралов 4 кратных... Образовалось 4 4-кратных интегралов. На первый взгляд это стало хуже, а на самом деле мы теперь все можем выполнить до конца, все интегрирования. Ну, в самом деле, давайте попробуем представить себе. Прежде всего, у нас будет происходить интегрирование ПХ и ПХ'. Это означает, что помимо такого слагаемого, будет слагаемое, в котором х заменялось на х', а там все симметрично, и вклад будет ровно такой же. Это означает, что эффективно я могу под знаком интеграла устроить одно и упрощение. Замечательно. Что после этого мы получим? После этого мы получим вот все эти самые корни, которые у нас там, как надо, выскочат. Это же у нас фиксированная энергия. Поэтому у нас выскочит такой множитель. Единица на корень квадратный. Из 2, Эпсион 1, В, 2, Эпсион 2, 2, Эпсион 3, 2, Эпсион 4. То есть полный надбор, тот, который отличает S, матрицу амплитуды расселения. Дальше. Посмотрим. Ну вот это первое слагаемое. Так, так, а, я еще, а, и у нас тут есть, и я тоже нанесу. Посмотрим на вот это самое первое слагаемое. У нас тут есть очень простые бесхитерские вещи. Интеграл ПД4Х, интеграл ПД4Х3, интеграл ПД4К. При этом стоят экспоненты от минус и х. И при х будут стоять какие величины? П1 минус П3. П3. Это отсюда. И плюс К отсюда. И плюс К отсюда, и плюс К отсюда, и плюс К отсюда. Алло. 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 А кроме того, при ней встает К с противоложным, чем в предыдущем случае, знакомым. Прослагаемое такого P3 заменилось на P4. Все. Да, нет, не все. Здесь стоит еще D от K. Ну и здесь все очень просто. В самом деле, D4K деленное на 234. Что нам даст интеграл от PX? У нас, да, два-три-четвертые, на 5-2. Алло. Да. Ой, видите, я сейчас на занятиях не могу разговаривать. Да-да. Угу. Хорошо. Так. Это будет метафункция чего? P1 минус P3 плюс K. Аналогичным образом интегрирование по их штриху даст нам в результате периоды на эту функцию от P2 минус P4 минус K. Замечательно. Ну, теперь видно, что и пока можно интегрировать, да? Ну, давайте осознаем то, что мы получили. Вы помните, что этому первому слагальному мы сопоставляем такую штуку. P1, P3, P2, P4. Вот здесь там был K. Это был, теперь, импульс промежуточной частицы. Что говорят нам эти только функции? Они говорят, что в каждой ошибке есть закон сохранения. Ну, вот, например, отсюда следует, что K равняется чему? P2 минус P4. Это значит, что это K, это есть металл, направленный на A. Да? Это значит, что это K. K есть P2, P4. То есть, P2 равняется K плюс P4. То есть, в каждой ошибке есть свой закон сохранения. Входящие импульсы равны 100 и выходящих. Есть то же самое, что входящие импульсы равны 100 и выходящих. Только наружные частицы все нормальные, хорошие. Те, у которых квадрат в четвертинку сравняется их массы. А вот эта промежуточная частица, как мы сказали, виртуальная. Так. А чему же равняется этот самый K? Вот отсюда следует, что K это есть P2 минус P4. Отсюда следует, что это единственное, как P3 минус P1. Но эти оба равенства вообще-то выполняются в рамках закона сохранения полного. Откуда он возьмется? А вот мы еще проинтегрируем по D4K. Так. И что тогда останется? Из этих двух белькофункций возникнет одна белькофункция от чего? П1 минус P3. А у нас тогда мы должны будем поставить плюс P2 минус P4. Одно. Два пи четвертой сократится. Одно останется. Итак. У нас останется Два пи четвертой. И Вот эта функция от P1 мин плюс P2 минус P3 минус P4. И что у нас останется только? Останется D от камеры. Больше ничего. И все это благодатство. Ну а чем у нас имеется K? Ну, например, P2 минус P4. В следующей диаграмке будет все то же самое, только что P3 заменится на P4. Все. Так вот. Мы получили полный ответ. И что он гласит, этот полный ответ? Что у нас имеется Вот и, конечно. Две диаграммы. Так. Так, а чего я еще не записал? А, я еще не записал, потому что это в общем-то. Так, если вспомнить, как соотносится между собой, С матрица и амплитуда рассеяния, а как она соотносится с двойки и четвертой, до этой функции, выражающей закон сохранения, и амплитуда рассеяния, а здесь произведение вот этих самых корней. И подачами мы по конечной частицам. У нас естественным образом отличается следующая клетка. Каждая вершинка поставим в соответствие минус и ж. Каждая линия промежуточная поставим в соответствие и г. И тогда и на плитуду рассеяния есть произведение от двух вершинок на один пропагатор, в котором k соответствует вот такой вот комбинации. и вторая такая картиночка, которая k соответствует другой комбинации. вот сколько это матрица А crush losernej Чем там? Джегг Axe Та desirable я скажу devi там кроме ты, Давид Янечок что-то а каждый пропагатор у нас вот такой вот, да? то есть на самом деле эта величина будет международной как единица, делённой на что? p2 минус p4 в квадрате p2 минус p4 в квадрате это всё равно что p1 минус p3 в квадрате то есть единица, делённая на t в квадрате плюс 5 с номером а это? это будет единица, делённая на p2 минус p3 p2 плюс p3 или p1 минус p4 это пункт вот таким образом у нас получился полный сказ про этот рассказ вы видите мы довели дело до конца, все интервалы оказались взятыми но какой ценой? по дороге нам пришлось переосмыслить состояние промежуточных частиц они у нас стали виртуальными зато какая красота у нас возникла в каждой вершине у нас выполняется закон сохранения 4 минуса но с другой стороны мы то с вами знаем что реально такого процесса с излучением частицы быть не может если только это всё обычные частицы закон сохранения, помните мы с вами на этом говорили, да? это запрещает а для виртуальных частиц можно цена закон сохранения 4-х импульса будет выполняться но сама промежуточная частица обладает 4-х импульсом, подават которым не равен масса в этом смысле она становится виртуальной ну и не надо думать что это выдумки теоретиков специально для того чтобы легко запоминать элементы теории возмущений система при которой вы привыкнете разговаривать в этих терминах потом окажется очень полезной в целом ряде физических приложений ну чтобы не быть правословным я хочу привести пример из практики института ядерной физики он касается чуть более сложной и хитрой проблемой чем то что мы сейчас занимались но имеет все таки к ней прямое отношение речь идет про процесс который рассматривался на встречных пучках еще когда ВЭП-4 не был ВЭП-4Н да этот процесс однократного тормозного излучения на встречных пучках в течение такого процесса известно там с 1934 года с работ Бетта и Гайтлера и чего казалось то в ней могло быть нового и интересного да его много раз измеряли в обычных условиях в опытах в опытах на фиксированной мишени более того он оказался очень полезным и для опыта на встречных пучках на ВЭП-1 и ВЭП-2 этот процесс иногда использовался для определения светимости сечение хорошо рассчитывается событий много сечение большое да фатрон хорошо лавы в детекторе поэтому по этому сечению можно вычислять светимость все было хорошо до тех пор пока на ВЭП-4 в 81-83 годах не стали производить эксперименты целью которых было специально изучить этот процесс на предмет повышения точности известно что первые ускорители работали с очень плохой точностью и что же оказалось оказалось что известное с 1934 года примерно это сечение отличается от того что намерили на встречных пучках в области малых энергий фатронов отличается процентов на 30 что не спишешь ни на какие радиационные поправки там и прочее и тогда встал вопрос либо это артефакт связанный с тем что что-то мы не знаем в работе ускорителя-детектора либо это что-то принципиально новое да занимался этим делом плотно Юрий Анатольевич Тихонов вот и в конце концов он выгнал гипотезу гипотеза которая тогда и подтвердилась гипотеза связалась тому что в этом процессе виртуальная частица может жить очень большое время и пролетать таки большое расстояние то есть речь идет о если на диаграмму нам можно описывать то это выглядит примерно так вот электрон гипотеза обмениваются частицами это будет обычное рассеяние которое мы можем повторить все то же самое ничего не изменилось бы да но кроме этого еще может излучаться еще может излучаться фотон ну например пусть фотон излучает электрон но вот что касается этой промежуточной частицы то она точно такая же как описано здесь да это пропагатор и этот пропагатор как раз есть по 2 минус по 4 а что выясняется выясняется следующее что если отлавливать фотон в области невысоких энергий то тетя соответствует тому что соответствующая тетя будет очень маленькая масса для фотона равняется нулю значит стоящая вот здесь увеличена может оказаться очень маленькая а значит соответствующие расстояния которое может пролетать и распространяться очень большие между прочим это означает что если у вас имеется кучок электронов на встречу на встречу лечит кучок позитронов вот этот отдельно взятый позитрон взаимодействует с этим отдельно взятым электроном эту картинку можно себе представлять таким образом что рядом с электроном летит электромагнитное поле представляющее себя на пол фотонов от него далеко отлетевших настолько далеко что диск этих фотонов уже прикидка на целом основанное на понятии виртуальности будет размером пять сантиметров а поперечный размер встречного кучка он такой и раньше и сейчас какой новый эпи четвертый он примерно поперечный размер по вертикали что микрон порядка микрон порядка 30 микрон порядка 30 микрон но это все таки натрий порядком больше чем то расстояние на которое отбегают от электронов да извините эта картинка где-то здесь тоже будет этот позитрон да от позитрона отлетают наши фотоны а значит эти фотоны вообще не имеют шанса столкнуться с электроном что приводит к унижению того процесса который обычно рассчитывается потому что при обычном расчете который мы с вами тоже будем проводить все строится как у нас есть плоская волна соответствующая этому электрону то есть интенсивность бесконечная это поперечный направление и здесь плоская волна позитрона а в реальности ничего подобного вместо плоской волны все таки ограниченный пакет понятия виртуальностной частицы жизни помогли при установлении этого факта почему это оказалось таким полезным ну подумаешь еще один эффект из области квантовой электродинамики кому он нужен этот Васька но если сечение уменьшается и значительно то это влияет на время жизни частиц в пучке потому что как только электрон излучит фотон и потеряет энергию больше одного процента то он немедленно выбывает из режима ускорения и если этот процесс относится к числу главных процессов влияющих на время жизни пучка это так и встречается часто да то это приводит к тому что учет таких эффектов да реально повышает время жизни пучка конкретная конкретная картинка была очень любопытная на ЛЭВе когда стал работать ЛЭВ это значит 50 на 50 ГЭВ электронные позитроны и на нем собирались изучать с высокой степенью точности Z-базон там не должно рождаться было тысячами за сутки да поэтому хотели все вылизать знания про сам ускоритель среди прочего составили программу которая должна была бы определять время жизни пучка заложили все что известно начали сопоставлять в соответствии расчета эксперименту приятному удивлению оказалось что на эксперименте пучок живет на 40 процентов дольше если да чем следует за счетом долго не могли понять пока им не подсказали что оказывается в Новосибирске обнаружили такой эффект его называли МД-эффект или эффект ограничения прицельных параметров который снижает сечение когда они это учли у них все получилось хорошо подытоживаю можно сказать следующее что что то что вы вот здесь вот получили в конечном счете придется к тому что у нас имеются две диаграммы в которых происходит рассеяние пи-минус пи-минус на пи-минусе с обменом пи-нулем либо в Т-канале либо в У-канале вы помните там была единица на Т или единица на Т ну теперь если бы нас заинтересовал процесс такой пи-минус пи-минус на пи-минус как бы мы его разображали тут нарисовали эту же самую диаграмму для частицы аналогичную диаграмму для частицы да здесь у нас группа P1 P3 здесь теперь можно сказать P- P- штрих здесь минус P-плюс минус P-плюс штрих так а здесь тогда у нас был импульс соответствующий чему сумма этих двух равняется этому то есть этот промежуточный инкл равен по минус по минус по минус по минус штрих минус по минус так вот да и аналогичная диаграмма по минус по минус и П-плюс а не динус а потом снова возникают В этом случае здешний импульс P- и здешний импульс минус P- промежуточная частица имела бы импульс P- плюс P- но в этом смысле у нас ответ бы для амплитуды рассеяния выглядел так по-прежнему в каждой вершинке стояла бы в минусе G в вершинах вверх поэтому было бы минус и в раппарате в этом распространению нейтральной частицы соответствовал бы пропагатор отвечающий вот этой разности если я считал этот канал главным, то это был бы P-обмен для этого канала а это, соответственно, был бы S-отмен то есть, был P на минус плюс P- в квадрате минус N в квадрате вот и весь ответ на этого случая и на 0 и 2 плюс и на 0 и 2 плюс и на 0 и 2 плюс если бы было P- 0 и 2 плюс то какая была патрульчинка давайте попробуем на магазин вообще ну нет, вопрос про пропагатор пишем там P- плюс и на 0 ну на малую добавку а, дело в том, что здесь реальная эта штука никакая конечно, здесь вообще, говоря, нужно было писать ну до этих процессов окажется, что эти величины не обращаются но ну вот вы задали очень хороший вопрос который, наверное, можно прямо сразу сейчас же и обсудить и так все, что связано с этим блоком ну, можно еще было ну, а это можно а, значит все, что связано с этим блоком мы обсудили теперь, может быть, стоило чуть-чуть подробнее поговорить как раз вот про вещи, связанные с этим новеньким чуть-чуть подробнее давайте поговорим про свойства вот этого самого пропагатора скалятной частицы ну, я просто Я бы сказал, что это все можно вычислить до конца в аналитическом виде. Я уже не буду... Это немножко простое, но достаточно длинное вычисление. Его можно найти в книжке Боголюбова и Ширкова «Введение в теорию квантовных полей». А я запишу только ответ. Как мы договаривались, ответ должен зависеть. Все это должно быть только функция от х в квадрате. Боголюбова и Ширков называют эту речню буквой лямбда. Она может быть и положительной, и отрицательной. Тогда ответ выглядит так. d от х есть. Ну вот, пожалуйста вам. d от минус вверх лямбда на 4 пи. Дальше. Плюс. Есть кусочек, который отвечает положительным лямбда. То есть кусочек, поноженный на θ. Он содержит массу нашей частицы на 8 пи. В корне из лямбда. Но такой... Вон, можете. Ножите. Функция бейселя номер 1. Аргумент, который корень числом в квадрате намерен. Разменность этого лямбда в квадрат длины Размерность массы это единица делённая на длину, поэтому n разград 0 для величины безразмерные. Минус i на функцию n номер один от того же самого аргумента. Но это ещё не всё. Есть ещё слагаемое минус b на θ 1 минус n. Это когда случаем, когда n отрицательная. Там картинка немножко сложнее. Это n на 4π квадрат, корень квадратный из минус лента. На этот раз это величина положительная. И ещё входит функция, она называется функция хангеля мимо аргумента или функция лестерства правого рода. От того же самого аргумента только на этот раз учитывается, что лента отрицательная. Вот прошу любить и жаловать. Смотрите, сколько здесь есть неприятностей. Помимо относительно хороших функций, ну, может быть, немножко непривычных, да, есть неприятные обобщённые функции. d, 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 d. Есть особенности единицы на корень, которые совпадают. Что можно сказать? Вот в этом втором порядке, который мы с вами действовали, это нам помешало довести ответ до конца. Потому что в ответ вошла не сама функция, да, а интеграл от неё. Как брать интеграл от всех этих вещей, мы знаем. И в конечном счёте получилось, что в ответ будет только вот такое вот очень простое выражение. Ну, а теперь представьте себе, что у нас будут более высокие порядки. В более высоких порядках может встретиться произведение этой функции. А вы знаете, что как только встречается произведение обобщённых функций, то, в принципе, нужно доопределять, что это такое. Что такое, например, дельта функция от х, мы знаем, да. На самом деле это некий функционал, который задаёт нам правила интегрирования с этой функцией какой-то другой, более плавной функции. А вот что такое произведение дельта функции в одной и той же точке? Квадрат дельта функции. Или ещё любое произведение обобщённых функций. Это вещь непонятная и могущая приводить и реально приводящая к бесконечности. Так что источник того, что говорят о старших порядках, которыми мы не будем заниматься, будут возникать трудности, он вот он здесь. Эта функция обладает большим набором сингулярности. Когда они возникают? Ну, они возникают вот когда дельта обращается в ноги. То есть на световом полосе. Вот в этой окрестности нужно эту функцию, точнее не самую функцию, а произведение таких функций будет доопределять. В конечном счёте это сведётся к процедуре перенормировок. Вся проблема завязанная. Вот здесь она сидит. Из этого явного выражения можно вывести асимптотики. Я выпишу только одну из них. Например, если... Вы помните, что у нас там входило B от 30 минус 4, да? Если эти две точки разделены пространственно подобным интервалом, то есть это значение, что соответствующий х квадрат отрицательным, да? Когда минус лямбер много больше уменьшится на квадрате, чем на квадрате, на квадрате, чем на квадрате, то тогда эта функция ведёт себя таким образом. Единица на лямбе по модулю в степени 3 четверти, в моде в степени минус n в квадрате лямбка по модулю в степени 3 четверти, то есть она падает достаточно быстро. Пространственно разделённые точки соответствуют тому, что в этом направлении затухание волновой формы пропагатора нашего сверняется достаточно быстро. Ну вот, всё то, что связано с этими свойствами, то есть непременно нужно знать, чтобы знать, что в будущем, в старших порядках, нас будут непременно ожидать трудности. А с другой стороны есть ли минус? Что? С другой стороны? Ну, а с интуитикой минус губой из квадрата на модулю лямбка. Да. Экспонент от величины, которая большая в нашем случае, да? А вот вопрос. Да. А если вы рассмотрели электродинамику, где у нас потон, то есть для него масса равна? Да, там будет, конечно, другое поведение, но утверждение о том, что и там будут свои неприятности, сохраняются. Они ещё добавятся. Они ещё добавятся, да. Потому что там возникли так называемые инфракрасные расходимости, с которыми тоже нужно научиться бороться. Но это всё, опять-таки, будет в старшем порядке. Так, значит, некий кусок мы с вами прошли, познакомились с пропагатором скалярной частицы, но до сих пор у нас это был пропагатор, отвечающий нейтральной частицей. В рамках того, что мы с вами делаем, может встретиться у пропагаторов заряженной частицы. Как с ним поступать? Давайте посмотрим тогда процесс, в котором фигурируют в начальном состоянии. Видите, у нас от чего возник пропагатор, связанный со скалярной частицей нейтральной? От того, что в начальном и конечном состоянии были только заряженные частицы. Давайте возьмём процесс, в котором в начальном состоянии имеется нейтральная частица. То есть в нашем случае это будет такая картинка. Нейтральная частица. Заряженная частица. Нейтральная частица. Заряженная частица. Вот такая вот картиночка. Ну и можем по-прежнему, чтобы сохранить преимущественность тех обозначений, это будет k, это будет p, но поскольку у нас нейтральная части дверцы, это будет k1, это будет k2, здесь пусть будет p1, здесь будет p2. Что изменится в том разговоре, который мы с вами вели? Значит, в качестве начальных частиц, начальность состояния будет состояние, где имеется частица номер 1 и нейтральная частица номер 1. В качестве конечного состояние аналогично будет нейтральная частица номер 2 и заряженная частица номер 2. В данном случае номер 1 и 2 означает соответствующий импульс, k1, k2 или p1, k2. Все, что связано теперь уже с набором этих двух операторов возмущения, у нас будет произведение других операторов возмущения, повторится. Но только там, где раньше стоял пропаганда, равный к произведению операторов. Нейтральных частиц, на этом месте будет стоять t произведения такого сворта. Можно понять, почему это должно быть так, если мы вот эту частицу, этот оператор, F2, земля, вот этот оператор A1 потянем налево, то он не даст нуля, только если он по дороге не встретится с оператором A. Оператор A у нас есть вот здесь вот. Так что один оператор F2 исчез. Аналогичным образом, когда мы A2 крест потянем направо, он не даст нуль только тогда, когда он встретится, он же у нас будет сопряженный. То есть это будет просто при сопряжении, это будет одна без креста, тогда он встретится вот с этим оператором. То есть повторится все, то, что раньше было, и два таких оператора исчезнут из-за сверкла. А два остаются. Вот у нас получится такое выражение. А дальше мы его будем открывать так же, как и раньше делали. А как мы делали? Нам придется учитывать тот факт, что оператор F2 выстраивает их в определенном порядке. Сейчас, если F2 больше, чем F2, то мы напишем функцию F2. И мы будем использовать тот порядок, который здесь есть. А он даст вклад только тогда, когда оператор F2, действуя налево, вот это, да, оператор F2, действуя налево, на лево, даст не ноль. Значит, там может стоять только эта величина. Зоять только 3 цена. Вот он будет вклад. А оператор действующего права. Не знаю именно, как ни на ноль. А оператор действующего права даст не только когда будет окрестом. А здесь у нас будет сумма ВПП То есть Трих То есть Повторится вся та картинка Которая была В прежнем случае И будут фигурировать Как и в прежнем случае Оператор рождения и уничтожения Донужные на соответствующие экспоненты Экспоненты Вот такие А будет в точке Х То есть это будет минус Вот это выражение Х А Фи Даст Множитель с одного А плюс И П будет со штрихом И Х со штрихом И в этом отношении Здесь соответствующие корни Я их даже не буду выписывать И в этом отношении Это слагаемое ничем не отличается От того, которое было раньше Да? Схема действия будет такая Опять Опять Вот эта штука Вытаст нам Символ Крункера Вся сумма Двойная Сведется к однократной стороне И все повторится И будет соответствовать Это картинке Когда Точка Х' Соответствует времени Более раннему Чем точка Т Да? И значит Что при этом происходит В точке Х' Происходит рождение Заряженной частицы А в точке Х Ее уничтожение Это первое слагаемое А вот разница возникнет По второму слагаемому На это я хотел Обратить ваше Внимание Снова возникнет Та же самая сумма Но только Теперь Эта величина должна стоять В обратном порядке То есть сначала Он устаёт Фи Эти штрих Потом Фи А с Х И тогда Все повторится Только с каким Успехом? Фи маленькое А, извините И тогда Все Фи маленькое Фи маленькое И во-первых Фи крест Прошу прощения Вот что очень важно Во-первых Будет Фи маленькое Во-вторых Будет Фи крест Точке Штрих На Фи И вот это уже будет Совсем другая Картиночка Фи крест Действуя налево Фи крест Действуя налево Может дать вклад Только соответствующий Точке Вот это уже Собираем Да? То есть здесь у нас возникнет B А А Во-вторых в зависимости от того, как мы там будем, где она здесь возникнет экспонента от чего? i со знаком минус минус i в соответствующий корень вообще действуя на право вообще действуя на право может сработать только когда будет работать вот это слагаемое, да? тогда здесь возникнет b-крест от p и здесь будет это е степени с противоположным знаком да? да, со знаком плюс и p, x и картинка будет выглядеть теперь таким образом теперь у нас x происходит раньше, чем x4 так? и что у нас происходит? тогда давайте посмотрим в точке x частица уничтожается а в точке x' частица уничтожается так? а в точке x' она граждается, да? вот сейчас все сообразим ну да, ну да в точке x' в точке x' она изничтожилась вот такая вот картинка то есть по сравнению с предыдущим, да? получается, что в этом случае движение происходит в обратном направлении и соответствует уже античастицам это отличие от предыдущего но поскольку итог-то будет какой здесь тоже будет нель-то от p' и хотя картинки будут разными но ответ будет один и тот же так что конечный ответ будет точно такой же только здесь будет стоять импульс заряженная частица и масса заряженной частицы в итоге если мы начнем расшифровывать вот эту картинку то как она может выглядеть? давайте посмотрим может выглядеть, например, таким образом здесь будет заряженная частица неислющая импульс равен сумме этих импульсов k1 плюс p1 и еще какой может вариант вариант, в котором, например, вот такая это k1 p1 k2 p2 стал быть ответ в том числе в том числе в том числе будет выглядеть опять две вершины каждая из которых дает и на g дальше входит этот пропагатор в котором фактически будет переменная s в том числе а m s m m m m m m m m m in m m m m m m которая в разговоре на материнском перемене языке будет соответствовать по обмену здесь будет входить импульс равный таким образом мы а, ну что еще осталось? осталось еще процесс анигиляции посмотреть но без детального рассмотрения я могу нарисовать сразу диаграммы а вы попробуйте выписать ответ это, значит, может быть картинка, при которой у нас пи плюс и пи минус сейчас мы сообразим пи плюс и пи минус пи минус и пи минус сашлапори Äм' и тут есть выраженты в которых должны вот для friendships он реагируется salvage а и возникает линия нейтральных частиц здесь будет и 0, и 0 а если здесь будет и плюс k1, и здесь и плюс k2 то может быть и частица, может быть диаграмма, в которых картинка переставлена здесь k2, здесь k1 вот такого сорта диаграммы будет описывать это поведение так, ну хорошо, давайте мы не будем делать перерывы, я просто кончу немножко раньше нам осталось из этой технологии рассмотреть переход уже от скалярных частиц, ну например, к электродинамике в электродинамике, в этом смысле, если мы начнем рассматривать процесс этого порядка то взаимодействие будет описываться таким образом вместо заряженной скалярных частиц, возникнут заряженные спиновные частицы вместо константа g будет неизвестная, будет хорошо известная константа, равная зарядной частиц частицами в электродинамике под традицией называемой электрон значит, е будет величина отрицательная а связь будет такая, если здесь стоит аммю то здесь будет стоять еще аммю соответствующий полю фотона итак второй вариант фиориоз мужчин плановый электродинамик под названием итак вау и вау и и Субтитры делал DimaTorzok Ну, повторяю подход Скажем на ноги Мы можем принципиально будем делать то же самое Разница будет заключаться только в том, что у нас все станет немножко сложнее На первом этапе, если мы стараемся рассматривать процесс Рассеяния электрона на электроне Что наблюдалось на самом первом ускорителе, который был ВЭП-1 С одним ВЭП-1 Встречные электронные пучки Как раньше у нас будут теперь уже поля Спинонные Сображенные будут не просто девки, а скисображенные Разница будет в том, что возникнет лишняя степень свободы А именно поляризация Стало бы здесь, можно будет еще брать биспинор Зависящий и от У, и от импульса, и от поляризации ВЭП-1 А здесь соответствующий биспинор будет ВЭП-1 Вот таким вот образом А соответственно для герновских сопряженных частиц Здесь будет все то же самое Но только возникнет зависимость от поляризации ВЭП-1 И биспинора тоже будет сопряженная Здесь будет У, где-то сопряженная А здесь будет В И где-то сопряженная Суммирование тоже будет производить Не только по бесконечному набору П Но и по двум значениям сигма Вместо обычного сколяра Здесь возникнет векторная частица И тогда разложение будет идти по тем же граторам Но будет еще вектор поляризации И сопряженный Супряженный Столбокин Суммировать нужно будет по поляризации Потом Хорошо Дальше мы можем проделать всю ту же самую процедуру И Что изменится В том месте, в котором у нас Раньше Диаграммы, грубо говоря, того же самого сорта, что и раньше То есть Электрон P1 P2 P4 И здесь у нас будет идти потом И Аналогичная геограмма Где Будут Переставлены местами Трое Почти Что называется Начальных И конечных плоских волн То они останутся теми же, как были И что возникнет только нового В качестве нового возникнет Наличие соответствующих Спиноров Принципиально Новый момент будет заключаться в том Как тебе Будет выглядеть Соответствующий пропагатор Но я напомню, что Там она встречалась Раньше Тире Все Возвращаемся Как Возвращ finns На Возвращаемся Отмот時候 Первое Это произведение от этих операторов. И вот нам придется с этим разбираться. Разбор в значительной мере облегчится, если мы заранее выясним структуру этого вот самого ответа. Но это вопрос не очень простой, в наше время уже исчерпывается, поэтому на этом месте давайте мы поставим точку. Мы поставим точку тому, что нам придется изучать структуру. Теперь уже вместо скалярного выражения это будет тензом того аналога. До свидания.